Последнее путешествие души, чтобы к нему подготовиться, первое, что мы должны сделать, это разобраться и понять, что это за путешествие. Начинается оно в момент смерти человека. Что происходит дальше с душой верующего, и что происходит с душой неверующего? Когда верующий оказывается на пороге этого мира, к нему спускается множество ангелов. Лица этих ангелов сияют подобно солнцу в небе. Все эти ангелы спускаются и рассаживаются вокруг человека, так далеко, насколько видит глаз. Является ангел смерти, он садится у изголовья верующего и говорит, «О, хорошая душа, выходи из этого тела, выходи навстречу прощению от Аллаха и его довольству». И тогда душа верующего человека покидает тело, легко вытекая из него, подобно капле воды, вытекающей из бурдюка, и попадает в распоряжение ангела смерти. Другие ангелы, присутствующие при этом, сопровождают их до того момента, когда ангел смерти начнет передавать душу другим ангелам. Все это происходит в мгновение ока. Ангелы принимают душу верующего и окутывают ее благоухающим покрывалом. Этот сладкий аромат уда подобен лучшему мускусу, который когда-либо ощущали на земле. Затем ангелы начинают поднимать душу вверх, к небесам. И по мере этого движения им то и дело встречаются группы ангелов, которые, чувствуя прекрасный аромат, вопрошают, «Чья это чудесно благоухающая душа?» И будет сказано им в ответ, «Это душа такого-то, сына такого-то». При этом будут использованы лучшие имена, которыми люди называли того человека в Дунии. Душу сопровождают до первого небесного уровня. Ангелы просят, чтобы небеса открылись. Дается разрешение, врата открываются. Душа с ангелами продолжают подниматься, и когда они достигнут седьмого неба, Всевышний скажет, «Впишите имя моего раба в Ильин, высочайший список праведных людей». Затем Аллах Субхану Аталя скажет, «Верните его обратно на землю, ведь из того мира я создал его. Я верну его туда, чтобы забрать впоследствии». Душа человека будет помещена обратно в его тело, «Обратно в могилу». Он услышит звук удаляющихся шагов близких людей, когда те станут покидать кладбище. Что произойдет дальше? К человеку явятся два ангела, два чрезвычайно грозных ангела. Они встряхнут, усадят человека и зададут вопрос, «Кто твой Господь?» Что ответит им эта верующая душа? «Мой Господь Аллах». «Какая у тебя религия?» «Моя религия — ислам». «Кто был человек из вас, посланный к вам?» Он ответит, «Это посланник Аллаха». Как ты распорядился своей жизнью? Я читал книгу Аллаха, уверовал в нее и принял эту истину. И тут раздастся голос с небес. «Мой раб сказал правду. Сделайте его ложе райским. Дайте ему райские одежды и приоткройте ему дверь в рай, дверь, через которую райское благоухание и великолепие проникнет в могилу человека». Могила сделается настолько широкой, насколько видит глаз. К человеку явится некто с очень красивым лицом, в красивой одежде и приятным ароматом. Гость скажет, «Прими радостную весть, которая сделает тебя счастливым. Прими радостную весть о довольстве Аллаха и о рае с вечным блаженством. Это день, который был обещан тебе». Человек воскликнет, «Да воздаст Аллах тебе благом. Кто ты? Твой лик подобен лицу, приносящего благую весть. Я — это праведные дела, совершенные тобой. Я знаю, что ты был скор в повиновении Аллаху и медлителен в ослушании Его». Пред взором человека приоткроются двери, одна в рай, другая в ад. И будет сказано Ему, «Это место в огне, которое стало бы твоим за неповиновение Аллаху, но Всевышний заменил для тебя это место лучшим местом». Человек ясно увидит свое место в адском пламени, место в джаханном, уготованное ему, но замененное Аллахом на лучшее место. Затем человек увидит свое место в джанна, в раю и скажет, «О мой Господь, приблизь наступление часа». Далее, хадис пророка, саляллаху алейхи вассалям, сообщает нам о том, как умирает человек, являющийся кяфером, безбожником или лицемером. На пороге загробного мира придут к нему ангелы с мрачными черными лицами. Ангел смерти сядет у изголовья умирающего и скажет, «Выметайся, мерзкая душа, навстречу гневу Аллаха и наказанию от Него». Душа этого человека начнет неохотно отделяться от тела. Ее будут насильно вытаскивать наружу, подобно тому, как железным гребнем продирают мокрую шерсть с трудом и шумом. Ангел смерти грубо схватит душу. Остальные ангелы обступят их и в мгновение ока завернут, укутают душу в адское покрывало. Оно будет из грубой липкой ткани, источающей зловонный трупный запах, худший смрад, который когда-либо ощущался на земле. Вся процессия начнет подниматься в небеса. И всякий раз, когда они будут проходить мимо других ангелов, те станут спрашивать, «Чья это мерзкая, грязная душа?» Им ответят, «Это душа такого-то, сына такого-то». Называя человека худшими словами, которые он ненавидел при жизни, душу поднимут до нижнего неба и постучат в ворота, чтобы занести туда. Они спросят, «Может ли он войти, чтобы отправиться на высшее небо, чтобы имя его было записано там?» Но небесные врата захлопнутся пред ним. Посланник Аллаха процитировал аят, «Пред этими людьми не откроются врата небес, они не войдут в рай, пока верблюд не пройдет через игольное ушко». Затем Аллах аз-за-ваджаль скажет, «Впишите его имя в Сиджин, список обитателей ада. Всевышний прикажет, верните моего раба на землю. Я сотворил их из земли, в землю их возвращаю, чтобы затем вывести из земли еще раз». Насколько бережно ангелы отнесут эту душу обратно к телу? Напротив, они жестко и грубо сбросят ее на землю так, что она сильно ударится о труп. Человек услышит, как от его могилы уходят родственники. Затем к нему явятся два ангела, грозные, суровые. Встряхнут его, заставят сесть и зададут вопрос, «Кто твой Господь?» «Я не знаю». Аллах не даст ему ответить. Человек не сможет произнести ничего, кроме слов, «Я не знаю». Его спросит вновь, «Какова твоя религия?» Он снова, «Я не знаю». Ему зададут следующий вопрос, «Что ты скажешь об этом человеке, который был послан к вам?» Человек не сможет произнести имя пророка саляллаху лихи ва салям, лишь слова, «Я не знаю». С небес раздастся голос, «Мой раб солгал, приготовьте же ему огненное ложе и приоткройте ему дверь в Джоханнам, так, чтобы он ощутил жар и ядовитый смрад адского огня». Могила этого человека сделается такой тесной, что ребра его, сжавшись, сломаются друг от друга. Затем к человеку явится некто со злым, безобразным лицом, в уродливой одежде, источающей отвратительный запах. Этот гость скажет, «Горе тебе, ужасная весть, это обещанное тебе». Человек воскликнет, «Да пошлет тебе Аллах зло, с чем ты пришел, кто ты? Твое лицо говорит о злых намерениях». Гость ответит, «Я твои злые деяния. Клянусь Аллахом, я знал, что ты медлителен в повиновении Аллаху и быстро в неповиновении Ему». Так пусть же Аллах причинит тебе зло. Человек будет поражен таким ответом и закричит. Вопль его услышат все на небесах и на земле, все, кроме людей и джиннов. Приоткрывается дверь в адскую обитель, ложа становится огненным, его поглощает пламя, он лежит на огненном ложе в одежде из огня, его ребра сжатые и раздроблены, смрад Джоханнама проникает в его рот и нос сквозь дверь, приоткрытую в ад. Он видит Джоханнам прямо из своей могилы. О чем он взмолится Аллаху? Он просит «О Аллах, позволь мне остаться здесь! О мой Господь, оставь меня здесь, не дай наступить судному дню!» Ведь он знает, то, что грядет, невыразимо хуже. Эта часть хадиса была про кяфера, неверующего. Что же произойдет с непокорным Аллаху мусульманином? Каждый совершенный человеком грех может стать причиной наказания в могиле. А вот насчет причин быть спасенным от могильных мук, каждое доброе деяние, каждый ваш благой поступок может послужить спасением от наказания в могиле.